Сегодня состоялось общероссийское селекторное совещание, на котором был рассмотрен ряд вопросов по предстоящему паводку. Министр Сергей Шойгу заслушал доклады глав руководителей федеральных ведомств, которые принимают участие в превентивных мероприятиях, а также доклады непосредственно с мест проведения работ. В совещании в областном управлении МЧС приняли участие губернатор Игорь Орлов, временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Олег Быстров и руководители различных областных структур. Во-первых, селектор своевременный, плановый, и он оценил ситуацию подготовки по паводковому периоду для всех регионов России, в том числе для Архангельской области. Мы информировали руководство министерства о том, что мы идем в этой работе в плановом порядке. У нас сегодня есть все силы, средства, понимание ситуации, ее оценка для того, чтобы пройти этот период в разумном варианте. Зима в этом году была затяжной и морозной. Сергей Шойгу отметил, что по России есть реки, которые промерзли до дна, и ожидать милостей от природы, что называется, не приходится. Нашим южным соседям Волокжанам, в частности, он припомнил наводнение в Великом Устюге, которое произошло 14 лет назад. На сегодня все силы и средства, отвечающие за безопасное прохождение ледохода и паводков в Архангельской области, готовы в полном объеме. Проведено три заседания оперативной группы противопаводковой, на которой решались вот сейчас плановые вопросы. Соответственно, все графики, они уже есть, подписаны, согласованы. Идет корректировка работы. Вот завтра в 14.30 здесь у нас будет совещание по корректировке проведения превентивных мероприятий. График взрывных работ, ледорезных работ. Далее, значит, у нас идет уже более месяца работа по ледовой разведке. И 21 числа, заключительный этап, значит, мы повторно будем смотреть состояние льда в рукавах Северной Двины, для того, чтобы отследить динамику и превентивные мероприятия проводить наиболее целесообразно. Продолжение следует...